Их появление упростило жизнь большинству горожан. Многофункциональные центры уже три года работают во Владивостоке. Там можно качественно и комфортно оформить практически любые документы по принципу одного окна. Так горожане избавились от необходимости стоять в длинных очередях и ходить по разным ведомствам и кабинетам. МФЦ сегодня работают в каждом районе Владивостока. О постоянных и о новых услугах центров «Мои документы», а также о результатах трехлетней работы мы расскажем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Игорь Владимирович Школьный, директор МФЦ города Владивостока. Здравствуйте. Здравствуйте. И Кирилл Николаевич Старожуков, руководитель отделения номер один МФЦ города Владивостока. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, с праздником вас, с трехлетием. И только что нам стало известно, это эксклюзив, что вы стали также победителями всероссийского конкурса МФЦ. Можно чуть подробнее об этом рассказать? Ну, на самом деле, да. Во-первых, добрый день. Еще раз спасибо за то, что вы пригласили на вашу программу. Ну, начнем с того, что на самом деле нам три года в эти дни. Для нас хоть это небольшое, но все-таки событие, потому что мы за три года активно развивались, развиваемся до сих пор. И каждый год, конечно, для нас это событие. На самом деле, да, в прошлом году мы принимали участие в конкурсе «Лучшие МФЦ Приморского края». Мы победили в этом конкурсе. И как лауреат краевого конкурса на администрацию Приморского края нас выдвинула для участия в общероссийском конкурсе МФЦ. Вот. И вот буквально вчера пришла информация о том, что мы стали лауреатом этого конкурса. Из 57 многонациональных центров мы вошли в «Тройку лучших». Для нас, конечно, это тоже большое событие. Да, и стоит также отметить, что «Тройка лучших» – это не значит, что вы заняли второе или третье место. Это равносильно первые места, да, получается. То есть лауреаты всероссийского, еще раз повторимся, конкурса. Это для вас отличный подарок, я думаю, к трехлетию. И вообще вот вы сказали, Игорь Владимирович, что для вас это событие, три года работы, а мне кажется, это событие и для жителей Владивостока, потому что, как мы сказали в начале программы, действительно настолько стало проще оформлять документы. Ты пришел, сказал, отдал, проконсультировался со специалистами, ушел и уже пришел, и получил готовый пакет необходимых документов. И мне бы хотелось, чтобы в начале программы мы подвели некую статистику работы за три года. Хочется услышать даже цифры, наверное, потому что они внушительные. Расскажите нам об итогах этой работы. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что мы первое отделение наше, хотя мы и создались вот 10 апреля 2014 года, ровно три года назад. Вот, вместе с тем, после определенных подготовительных работ, первое отделение свое, на Верхнепортовой, мы открыли 11 ноября 2014 года. За прошедшее время, да, после этого, за три года, всего у нас сейчас работает пять отделений крупных и так называемые два территориально обособленных структурных подразделения. Вот, они, эти два небольших подразделения в удаленных точках нашего города, это на Русском острове и в поселке Трудовое. За это время, на самом деле, к нам обратилось достаточно много горожан наших, земляков. Более 800 тысяч обращений было в наши многонациональные центры. В России оказано более 400 тысяч услуг, выдано более 270 тысяч документов, и одной из наших функций является также консультирование граждан. Вот, больше 110 тысяч консультаций мы оказали. Насколько мне известно, после открытия, как-то таки, самого первого МФЦ, на Верхнепортовой, как вы сказали, сразу стало ясно, что необходимо их открывать все больше и больше, желательно в каждом районе Владивостока, что, собственно, сегодня, спустя три года, и есть у города. И, как правило, какие услуги достаточно часто, ну, наверное, даже не достаточно, а самые распространенные, какие документы горожане в первую очередь приходят оформлять в многофункциональные центры? Ну, самые востребованные услуги на сегодняшний день, это услуги Росреестра и кадастры палаты. То есть, такие, как регистрация права на недвижимость, то есть, сделки по купли-продаже с недвижимостью, также кадастровый учет объектов недвижимости и предоставление сведений. То есть, это составляет на данный момент более 40% от всех услуг. Также наиболее востребовано еще оформление паспортов Гражданой Российской Федерации, а также справки об отсутствии судимости, то есть, тоже большая доля в количестве общих обращений. Ну, остальные уже более-менее выборочно. Все уже сложно перечислить, на самом деле, их достаточно много. В данный момент 167 услуг. То есть, самые популярные – это вот эти. Ну, вот мы, собственно, перечислили самые востребованные услуги. Все-таки нужно, наверное, сказать нашим телезрителям, какие пока вы не можете предоставить по каким-то причинам, и по объективным действительно причинам. Я думаю, что Игорь Владимирович, наверное, ответит на этот вопрос. Ну, я бы хотел сказать, что вообще перечень услуг, у нас определен обязательный перечень услуг – это постановление правительства. Самое естественное, что все эти услуги оказывают. Вместе с тем, мы постоянно развиваемся. Уже было сказано, что 167 услуг мы сегодня оказываем. Ежемесячно у нас также добавляется в перечни услуги. Поэтому сложно сказать, какие мы сейчас еще не оказываем. Можно сказать, что мы стремимся к тому, чтобы за любой услугой человек, придя в МФЦ, мог получить то, что ему нужно по любой услуге. Я думаю, что в ближайшее время мы к этому подойдем. Постоянно перечень услуг расширяется, безусловно. И какие из последних появившихся сегодня, так сказать, новинки, услуги-новинки для горожан? Ну, вот мы достаточно долго готовились к этому. И вот у нас с 1 февраля одна из самых таких популярных и востребованных услуг – это прием документов на обмен и выдачу водительских удостоверений и водительских удостоверений международного образца. То есть идет очень много граждан. Мы принимаем документы, мы фотографируем людей для водительских удостоверений. И через несколько дней человек уже заявительно сможет получить готовое водительское удостоверение. Эта услуга, как я сказал, очень востребованная. Помимо этого, мы начали выдавать гражданские паспорта уже непосредственно в МФЦ. До 1 февраля мы только принимали документы. Ну и продолжаем также принимать документы на загранпаспортах. Хотелось бы только обратить внимание, что загранпаспорта только 5-летний вариант. 10-летний загранпаспорт, в силу того, что это биометрические паспорта и имеются определенные технические проблемы, пока мы этим не занимаемся. Но я думаю тоже, что в ближайшее время мы это также будем оказывать. Помимо этого, мы все знаем, что последние полгода активно ведется государственное внедрение государственной программы по выделению 1 гектара земли. Ну вот было с лета прошлого года первое время только для жителей Приморского края. Сейчас уже для каждого жителя и гражданина Российской Федерации выделение 1 гектара земли безвозмездно. То есть мы помогаем людям выбрать земельный участок и помочь подать документы на выделение этого гектара. Гектара дальневосточного. Да. Помимо этого, я хотел бы сказать, что очень много людей обращается в связи с тем, что время идет, растут у нас и электронные услуги. Это регистрация наших заявителей на портале, что мы называем ЕПГУ. Это государственные услуги. Там тоже расширяется постоянно перечень услуг. И достаточно удобно человеку, даже не выходя из дома... Можно подать пакет документов для оформления. Да, подать пакет документов, сидя за компьютером дома, и получить результат услуг достаточно комфортно и быстро. Кирилл Николаевич, я правильно понимаю, то есть те, кто еще не могут пользоваться сайтом, порталом Госуслуг, они могут обратиться к вам за помощью, и вы дадите полную консультацию, даже научите этому. Да, совершенно верно. У нас есть сотрудники, которые специально обучены. Они помогают зарегистрироваться на портале тем, кого, допустим, дома это не может получиться. Потом сделать восстановление пароля, если пароль забыли. Подтвердить личность, то есть это обязательная процедура для максимально возможного расширения учетной записи на портале. То есть все это у нас делается, причем это занимает буквально 5-10 минут. Также в зале есть специальные компьютеры для доступа к этому порталу для граждан, которые могут сами самостоятельно обратиться, то есть воспользоваться. Если нужна помощь, то позвать специалиста. То есть мы, в принципе, установили еще принтер, чтобы можно было печатать уже какие-то документы. Это касается одного гектара особенно. То есть, в принципе, то есть... То есть те, кто пришли, и, например, у них не было возможности с флешкой, да, там распечатать где-то документы или что-то подобное сделать, да, ксерокопировать, все это можно сделать на месте в многофункциональном центре. То есть бегать по различным другим инстанциям также не понадобится, потому что такие ситуации, на самом деле, порой тоже занимают достаточно времени. И этому стоит уделить внимание в нашем разговоре сегодня, я думаю. У нас также есть отдельная услуга, да, то есть по изготовлению копий, по распечаткам с электронных носителей, то есть фэш-карты, диски. То есть это уже относится именно к услугам. То есть по госуслугам, то есть, во-первых, это доступ, то есть у кого нет возможности, могут прийти воспользоваться нашей техникой. В основном обращаются вот граждане возрасте, которые хотят, но не могут. То есть в этом мы и помогаем. Я думаю, что стоит также уделить внимание такой немаловажной услуге, пакету даже, наверное, точнее сказать, услуг, как рождение ребенка. Также у вас действует в многофункциональных центрах? Расскажите об этом. Да, также действует такая услуга, то есть включает в себя с самого начала, так скажем, оформления документов, то есть свидетельство о рождении на ребенка. То есть также потом можно оформить медицинский полис, СНИЛС, ИННН. Помимо этого пособия при необходимости, то есть отдельным категориям. Также оформить материнский сертификат. То есть это, в принципе, тоже все возможно и включает в себя, входит комплекс. Игорь Владимирович, я знаю, что Вы хотели дополнить ответ. Я бы хотел сказать, что у нас есть дополнительный комплекс услуг, который оказывается на платной основе. В то же время, как человек, приходя за той иной услугой, он может рассчитывать на то, что он сделает копию, распечатает документ или какое-то еще дополнительное действие произойдет. То есть вот это все бесплатно в рамках той услуги, за которую он пришел. В то же время мы можем в соответствии с перечнем наших утвержденных постановлений администрации города оказывать ряд и платных услуг. Вот самое интересное, одно из самых интересных, это платный выезд к заявителю. Это вот мы наблюдаем, что каждый день все больше и больше к нам обращаются с этим людей. Мы понимаем, что не каждый может прийти по тем или иным причинам. То есть человек заболел или человек старенький, ему сложно прийти в МФЦ, тогда он через представитель от него пишет заявление. И мы осуществляем выезд. И те функции, которые мы делаем в МФЦ, мы делаем уже на выезде дома у человека. Мы делаем также фотографии для паспортов на водительское удостоверение. Это бесплатно в рамках предоставления услуги. Делаем ксерокопии документов, сканирование, распечатываем с электронных носителей и так далее. То есть целый перечень этих услуг. Да, стоит отметить, что действительно в каждом многофункциональном центре сегодня есть фотобудка так называемая. Кабинка. Кабинка, да, фотокабинка. Фотобудка – это уже больше развлекательная сфера. Да, фотокабинка, где можно прийти и сделать фотографию. Это очень удобно, опять же. То есть действительно сфера предоставляемых многофункциональными центрами услуг она расширяется, количество удобств также увеличивается, поэтому стоит прийти и попробовать хотя бы раз оформить там документы. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о трехлетней работе МФЦ во Владивостоке. Я думаю, обязательно стоит рассказать для тех, кто еще ни разу не был в многофункциональных центрах о комфортном пребывании там. Игорь Владимирович. Ну, с первого дня нашей работы перед нами стояла задача сделать так, чтобы каждому нашему заявителю, кто посетил МФЦ, было удобно, комфортно и быстро получить тот услугу или тот комплекс услуг, который требуется заявить в данный момент времени. Поэтому все наши помещения, наших многофункциональных центров обязательно в порядке оборудованной системой климат-контроля. У нас имеются детские уголки, удобные зоны ожидания. Обязательно санузлы у нас имеются. В наших отделениях можно при необходимости произвести оплату госпошлин. Как уже говорилось, что есть доступ к порталу госуслуг и много-много других мелочей, которые делают так, чтобы заявителю было комфортно и удобно. Для маломобильных горожан так же все сделано? То есть мы сделаем, в соответствии с тем, что имеются определенные требования законодательства, нормативных документов по оборудованию подобных мест, мы также постарались сделать так, чтобы и маломобильным гражданам было комфортно и удобно посещать наши учреждения. Помимо этого, поскольку мы работаем для заявителя, мы с разных источников собираем информацию, например, у нас есть книга «Жалоб предложений». При посещении, при подаче документов заявитель может оставить в анкете свое мнение о том, как он находился в нашем национальном центре. У нас есть телефон справочной службы 230-34-84, где он также может оставить свое мнение. И вот эту всю информацию мы анализируем и стараемся делать какие-то изменения, чтобы людям было еще удобнее. Ну и помимо этого, большой акцент мы делаем на подготовке наших специалистов. То есть это, конечно, когда мы принимаем на работу, берем наиболее подготовленных, наиболее клиентоориентированных, наверное, стрессоустойчивых ребят, людей. И, естественно, что мы проводим обучение регулярное. Кирилл Николаевич, я думаю, вы дополните как раз непосредственно про обучение сотрудников. Да, у нас в каждую среду проводится обучение для сотрудников. То есть это связано с тем, что меняется законодательство, меняются регламенты. То есть необходимо все время с органами встречаться, то есть проводить конференции, получать новую информацию. И также у нас в эти дни проходят тренинги, приходят психологи, то есть работают с специалистами, повышают их стрессоустойчивость и помогают решить проблемы, с которыми они сталкиваются с работой при работе с гражданами. Да, стоит отметить, что сотрудники с 8 до 8 работают, огромное количество людей приходит и, тем не менее, всегда улыбаются, всегда помогут, ответят на вопрос с удовольствием, причем это делают. Это очень здорово, что такая замечательная положительная атмосфера. Это на самом деле имеет очень большое значение, особенно в таком деле, как оформление документов, даже пусть в таких комфортных условиях. Я думаю, что также стоит сказать, что 3 многофункциональных центра сегодня работают для удобства граждан 7 дней в неделю. Это центр на столетии 44. Давайте их перечислим сейчас. Ну, это у нас на столетии отделение номер 3, отделение номер 5, это на партизанском проспекте. И вот буквально 1 апреля мы перевели на новый всемедневный режим работы, это Небельского 13, отделение номер 4. Ну, вот как я говорил, что мы стараемся быть более доступны и удобны для граждан, поэтому мы анализируем и смотрим, хотя вот законодательство от нас требует работать не менее 6 дней в неделю, 3 отделения мы уже перевели на 7-дневку. И мы вот видим, особенно вот те отделения, которые достаточно давно, с прошлого лета работают, на столетии, на партизанском, что на самом деле гражданам это удобно, и в воскресенье они идут, в общем-то, достаточно плотно в эти отделения. Ну и помимо этого, они работают, вот эти 3 отделения уже с 8 до 20 часов ежедневно. Ну, кроме, как мы сказали, по средам, до 11 часов у нас идет обучение. Да, именно поэтому как раз с 11 часов по средам нужно также телезрителям запомнить эту информацию и приходить к этому времени, если вы планируете в среду посетить МФЦ. Я думаю, что стоит рассказать о ближайших планах, они есть. Игорь Владимирович. Ну, мы, как уже говорилось, постоянно развиваемся, да. Естественно, что ставим себе какие-то амбициозные планы. Это понятно, что это и увеличение количества услуг, улучшение качества предоставления, стяжение времени ожидания, повышение комфортности. Помимо этого, мы уже наблюдаем то, что нам, наверное, требуются дополнительные окна, дополнительное отделение. Вот на сегодня рассматривается вопрос в поселке Трудовое сделать полноценное отделение многопрофессионального центра. Я думаю, что в ближайшее время, да, в течение года этот вопрос будет решен. Вот, и если сейчас в Трудовом работает только 5 дней в неделю, с 9 до 17 наше отделение, до 17, прошу прощения, вот, то в ближайшее время мы также будем работать как минимум 6 дней в неделю и уже до 20 часов. И там, там же. Если я не ошибаюсь, мы не озвучили цифру посетителей ежедневных, да, в МФЦ, давайте озвучим ее, действительно, умышающие. Ну да, статистика для нас важна, конечно. Вот, и ежедневно к нам приходит где-то порядка 2,5 тысячи человек, вот, и, ну вот, и постоянно это количество повышается. Вот, приходят за услугами, за консультациями, в общем-то, и так далее. Вам пора заканчить уже, и стоит, конечно, в конце программы поздравить ваших коллег, да, я думаю, что и жителей города с появлением многофункциональных центров во Владивостоке, а именно с трехлетием, потому что работа проделана очень серьезная, и все самое грандиозное еще впереди. И давайте скажем слова поздравлений в честь трехлетия. Да, я хочу поздравить и наших горожан, да, и своих коллег-работников многофункционального центра с этим небольшим не юбилеем, но нашим событием, да. Начало всегда трудное, да, но мы, мне кажется, с этим справились, вот, судя по тому, что мы стали победителем всероссийского конкурса. Я, конечно, поздравляю всех своих коллег, счастья, здоровья, успехов, развития в нашем непростом деле. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, за то, что так облегчили нашу жизнь. Я желаю вам также развития, успехов, побольше сотрудников и побольше положительных эмоций в вашей ежедневной и непростой работе. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо. Поздравляю вас и с победой, и с днем рождения. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин